Добрый день, дамы и господа. Здравствуйте, Елечка, здравствуйте. Дорогой Петр Петрович, здравствуйте. Добрый день, Петр Петрович. Да, Елечка, вот с нами Елена Марченко, которая пригласила нас провести эту первую в нашем цикле беседу. Мы будем презентовать книгу Петра Петровича «Полочка от России до Украины». И я буду просить Елену Марченко, директор Центра славянских культур при Библиотеке иностранной литературы в Москве, сказать вам несколько слов. Добрый вечер, уважаемые зрители. Добрый вечер, Дмитрий Сергеевич, Петр Петрович. Я рада приветствовать вас от имени Центра славянских культур Библиотеки иностранной литературы. Мы продолжаем месяц украинской культуры в иностранке, который стартовал 5 октября. Тогда состоялась встреча с председателем Совета землячества Украины Николаем Ивановичем Ляхом. Не так давно состоялась встреча с современным классиком украинской литературы Павликом Игорем. Вот буквально вчера была встреча с удивительным поэтом и переводчиком Евгением Джен Барановой. И сегодня мы продолжаем наш месяц. И вместе с тем мы также открываем новый цикл встреч, который будет называться «Беседы о культуре» с Дмитрием Бурага. И я очень рада, что именно с украинской тематики стартует этот цикл. У нас в гостях сегодня, как уже сказал Дмитрий Сергеевич, Петр Петрович Толочка, академик Национальной академии наук Украины. А вот у меня в руках как раз есть такая возможность показать новое издание, новой книжечки «От Руси до Украины». Эта книга вышла в этом году в издательстве Дмитрия Сергеевича Бурага в Киеве. А также она была переиздана недавно «Домом русского зарубежья», за что большое спасибо его директору Виктору Александровичу Москвину. И мы готовы сказать, что она уже есть у нас в Центре славянской культуры, Библиотеке иностранной литературы. Каждый желающий может прийти, с ней ознакомиться, почитать, полистать и так далее. Я с большим удовольствием, слово для ведения беседы об этой книге, об истории взаимоотношений российско-украинских, украинско-российских. Хотел бы передать слово Дмитрию Сергеевичу и Петру Петровичу. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое, Елена. С днем рождения вас. Мы знаем, что у вас сегодня. С днем рождения – это замечательно. И я думаю, что книга, которую вы держите сейчас в руках, а я так понимаю, что вы одна из первых, кто в Москве держит книгу в руках, что можно эту книгу воспринимать как некий подарок вам на этот замечательный праздник, в этот удивительный день. Хочу поздравить всех христиан православных с великим праздником, который у нас сегодня. И я теперь открываю демонстрацию экрана. Сейчас попробую это сделать. Хорошо получалось. Может, пока Петр Петрович нам... Сейчас я по слову еще скажу. И вот покажу книгу, которая вышла в нашем издательстве буквально несколько месяцев тому назад и тираж... То есть вы покажете эту же книгу, но которая была издана... Петр Петрович Толочко, как вы правильно сказали, не только Академия, Национальная Академия Наук Украины, Петр Петрович Толочко 30 лет возглавлял Институт археологии Национальной Академии Украины и сейчас является почетным директором. Институт археологии Петр Петрович выпустил более 30 монографических исследований, большинство из которых так или иначе посвящены истории древнего Киева, древней Руси, истории Малороссии и историческим очеркам. И последняя книга от Руси до Украины в какой-то степени объемлет те работы, с которыми мы были знакомы до этого момента. На обложке книги древо жизни, которое собрал эта идея Петра Петровича. И я бы очень попросил Петра Петровича начать наш разговор с древо жизни славянских народов. Ну, на общем плане, на обложке книги вы видели древо полное. Вот оно перед вами. Мы сейчас ее немножечко рассмотрим крупнее и по частям. Это родословное древо жизни восточных славян, начиная от VI века до XVII века. И здесь показано, как мы развивались. Сегодня много разговоров о том, родственники мы, не родственники, особенно у нас на Украине, ищут себе предков где-то непонятно с какими названиями. А на самом деле все достаточно просто. В летописи это все сказано. Вот было 12 восточнославянских племен. Они тут перед вами на экране. Кривичи, Славяне, Дреговичи, Палачане, Северяне, Поляне, но и другие. Поляне на каком-то этапе получили новое название Русь. И летописец пишет, Поляне и же ныне завонная Русь. И когда летописец дает вот эту такую широкую этнографическую картину расселения восточнославянских племен, это вообще не племена, это племенные объединения, это раннее государственное образование, племенные союзы, то он говорит, что во всех у них был язык единый славянский. И когда говорит о полянах, то тоже говорит, что ащи и поляне были, но язык у них русский. А когда переходит к картине, кто окружал вот эти восточные славяне, а это и Мордва, и Веси, и Литва, и Ем, и другие народы, то летописец пишет, говорит, а все суть иные языцы. Поэтому вот это общее восточнославянское единство в VI-IX веках, оно уже мыслилось как вот такой единый культурный тип, с единым языком, с едиными обычаями. И вот эти восточнославянские союзы племен уже в IX веке создали древнерусское русское государство. Вот мы опускаем его и видим ствол. Это Русь, русская земля, Русь. Это совершенно замечательное государственное образование, которое просуществовало 400 лет, имеет огромные славные достижения. На Руси созданы такие шедевры искусства, архитектуры, искусства, как София Киевская, как София Новгородская, как София Полоцкая, да и еще много и сотни других церковных сооружений. Здесь была блестящая культура, здесь развивалось летописание. Это удивительная историческая письменность. Пожалуй, ничего подобного нигде нет. Где бы народ как бы заказал свою историю, и летописцы в Киево-Печерской лавре, в Кельях, или в Софии Киевской, или в Софии Новгородской, да, по всей Руси создавали вот эту летопись земли русской. И все, что мы знаем, это все из летописи. Сегодня многие спорят, все там правда, не все там правда. Это дело исследователей. Но если бы не было этих летописей, мы бы не знали вот эту роскошную картину, историю, не знали бы, что Руси, как писал митрополит Иларион, ведомо и слышимо всеми концами земли. А также бы не знали, что София Киевская, церковь дивная и славная всем окружным странам, и иная такая, необрящаяся во всем полунощи земном. София, это наследница Софии Константинопольской, она меньше, естественно. Но в полунощи земном, вот в этой паленой нынешней Европе, для XI века ничего подобного не было. Но затем над Русью пронесся монголо-татарский смерч. Русь была разгромлена, разорвана на части. И после XIII века, после 1240-х годов, вот эти отдельные части стали жить своей отдельной жизнью. На северо-востоке, вот где Москва, где Владимир и другие города, это Великая Русь образовалась. На нашей территории Малая Русь, и там здесь нынешние Белорусы, Западная Русь, Белая Русь. Вот на протяжении веков, вот можно себе историю представить вот таким древом. Я, можно сказать, выращивал его на протяжении всей своей научно-творческой жизни. Поливал, удобрял корни. И вот оно сейчас перед зрителями, такая зрительная картина нашего восточнославянского православного единства. И вот, посмотрев эту картинку, она составлена на основании, абсолютно документально на основании летописей. Ну, не может, не должно возникать каких-то сомнений, а родственники мы, а не родственники, а общие у нас корни или не общие. Это совершенно ясно и понятно. Вот восточнославянское древо. Меня много времени беспокоит, что одна ветвь, по крайней мере одна, а сейчас вроде бы и другая, как-то начали немножечко подсыхать. Наверное, мы не очень все вместе следим за этим древом нашей жизни. Мы, малорусы, малорусы или украинцы нынешние, стали доказывать, что мы украинцы из древних времен. Белорусам тоже вот эта болезнь такого отделения, болезнь самодостаточности, не связанной с общерусской историей, тоже появилась. И это очень печально. Но я перейду к нашей теме. Вот славяне, Русь, Русь Киевская мы ее еще называем, или Древняя Русь, а дальше Малая Русь и до сегодняшнего дня. Вот книгу, которую вам показывала Елена Марченко, да, и Дмитрий Сергеевич, вот эта книга вообще, это не собственно история, а это история исторической памяти. Вот как народ помнит свое прошлое. И я все периоды истории рассмотрел, от древних славян до сегодняшнего дня. Память – это вещь очень такая сложная, и к ней тоже надо относиться как к некоему такому всеобъемлющему понятию. Нельзя из памяти прошлой вырывать то, что нам хочется, и то, что нам нравится, а то, что не нравится, давайте мы исключим, придумаем что-то новое. У нас в Украине создали даже Институт национальной памяти, и вот этот институт определяет смыслы и содержание нашей исторической науки. Он нас учит, что нам помнить должно, чего нам помнить нельзя, и не нужно. И это совершенно неверный подход к исторической памяти. Когда-то Ницше назвал вот такой избирательный подход к исторической памяти рессентиментом. Это французское слово, которое означает «злая память», «злопамять». И поэтому наш Институт национальной памяти как-то напоминает вот это понятие злопамяти. Мы знаем, что из нашей истории исключаются целые такие периоды или совершенно неверно оцениваются. Когда-то один из новых историков, молодых историков сказал, что наша задача вывести Украину из имперского контекста истории России и Советского Союза. Как бы мы ни относились к этому контексту, по-разному можно относиться. Хотя у меня к этому контексту такого неприятия и зла, как у этих молодых историков нет. Но надо отдавать себе отчет, что вывести из этого контекста Украину совершенно невозможно. Она вписана в этот контекст всей своей сути. И если бы мы не отказывались от нашей общности, то мы должны были бы признать, что нынешняя Украина, она стала поздно Украиной, а в раннем времени это Южная Русь, это Малая Русь, что мы были полноправными сотворцами этих больших государственных обеднений и Российской империи. Мы же знаем, начиная с времен Елизаветы Петровны, братья Разумовские, когда Алексей Разумовский был, как тогда шутили, ночной император России, он венчальный был муж Елизаветы Петровны. Ну, а сколько затем было и фельдмаршалов, и маршалов, и канцлеров из Украины, происходящих из Малой России. Ну, а в Советском Союзе тут даже и говорить нечего. Тут были бы наши представители первыми секретарями, генеральными секретарями Центрального комитета коммунистической партии. Поэтому абстрагироваться от общей истории мы не имеем никакого права. И это неприемлемо. Это даже, мне кажется, постыдно, поскольку то, что мы могли бы зачистить в актив украинского народа нынешнего, мы его исключаем из этой истории. И я попытался посмотреть вот на эту историческую память так вот с древнейших времен до сегодняшнего дня и восстановить в правах гражданства эту нашу память, нашу нынешнюю украинскую память. Она должна быть такой которая не оскорбляет народ, а представляет его творцом истории. Мне кажется, что нынешние наши идеологи, которые пытаются Украину вычленить из того имперского контекста, как они говорят, и объявляют ее колонии, то России, то потом Советского Союза, делают большое зло для Украины. Они тем самым ну, во-первых, отрицают все это великое прошлое Украины, Малой Руси, Украины, а во-вторых, они воспитывают комплекс социальной неуверенности, такой неполноценности украинцев. Если они в продолжении веков были вечно угнетаемы, притесняемы, и над ними не умился только венивый, то ведь где гарантия, что как-то по-другому будет в будущем? Вот и убеждают целый народ в том, что мы не можем самостоятельно что-нибудь создать. Поэтому историческая память в моей книге рассмотрена во всей глубине и широте от глубин русско-славянских до сегодняшнего дня. В предисловии я еще поднимаю одну важную очень тему. Я поднимаю тему как историк должен писать свои исторические сочинения. У нас так повелось со времен Грушевского, а Грушевский сегодня у нас чуть ли не канонизирован украинским историческим и общественным мнением, что Украину, что термины связанные с Украиной можно ретроспективно опрокидывать глубоко. Грушевский это опрокидывал до Киевской Руси, до Антского периода, это седьмой век нашей эры. Его последователи и единомышленники опрокидывали эту терминологию еще дальше, до припольских. И вот это, учитывая высокий авторитет Грушевского, это сыграло с нами в нашей историографии злую шутку. Мы по существу исследовали и показывали не многоликую, многокультурную, многообразную историю на племен и народов, которые были на нашей территории до того, как потом появятся украинцы, а историю одного народа, биологически украинского. Я много смотрел и читал нынешних учебников истории. Вы знаете, меня охватывает какое-то беспокойство, потому что молодое поколение сейчас воспитывается на ложных нарративах, на ложных фактах и выводах. Вот вы можете себе представить, когда в учебнике для, скажем, 8-го класса автор пишет, что больше всего для исследования Украины сделал греческий историк Геродот. Греческий историк Геродот был в 6-м веке до нашей эры. Об Украине никто еще и не помышлял и не думал, что когда-то будет такое объединение и потом называться такой народ. Но дети ведь не знают, что этого не было. И дети уверены, что действительно Геродот исследовал историю Украины. Или, скажем, еще такой пример. Тот же греческий географ Клавдий Птолемей создал свою знаменитую карту. И наши историки для школьников пишут, что уже Птолемей изобразил карту Украины в ее практически нынешних очертаниях. Но этого вообще не могло быть по определению. Даже если бы была в то время Украина, мы знаем, что очертания эти появились после того, как советская власть собрала великую Украину. А во-вторых, на карте Птолемея ничего, что бы напоминало хотя бы отдаленную Украину, нет. Там есть европейская сарматия, и есть азиатская сарматия, и есть народы сарматы, карпы, и другие. Поэтому опять-таки в души молодых людей вкладывается совершенно иной исторический нарратив. Вы знаете, мне как-то пришла в голову такая мысль. Медики, когда их выпускают уже для самостоятельной работы, приносят клятву Гиппократа. И в этой клятве Гиппократа написано, что врачи обязуются по возможности лечить своих пациентов и не навредить им. Если уж не можешь вылечить, то хотя бы не навреди. Вот мне показалось, что надо бы какой-то моральный кодекс ввести для историков, который выходит из университета, чтобы они тоже какую-то приносили клятву. Ведь врачи то лечат тело человека, а историки по существу души. И какой смысл в эти души будет вложен на этапе молодого поколения, такое поколение мы получим, такое развитие. И вред, конечно, очень большой от этого. Поэтому мне хотелось и я это в предисловии рассмотрел вот эти две главные темы. Это историческая память, как ее надо понимать, и это как надо исследовать. Я написал, что совершенно невозможно, совершенно неприемлемо ретроспективно пропидывать в прошлое нынешние термины. Вы знаете, парадокс в том, что ведь Грушевский был, в общем, достаточно образованным академическим историком, и он знал это, что так нельзя делать. и где-то в отдельных местах он делал оговорки, что сознательный историк должен входить в суть и так дальше. Но поскольку он был задействован в проекте создания украинцев, работая во Львове завкафедрой истории восточной Европы, он вынужден был внедрять в сознание его современников вот это понятие Украина, украинцы, и это и сегодня, это и вчера, и это бозная когда до этого. Это вот такая главная ошибка нашей историографии. Я попытался своей книгой преодолеть это заблуждение. Но я заговорился, Дмитрий Сергеевич сидит, певает мне головой. Я хочу, чтобы он что-то сказал. Петр Петрович, знаете, я вспоминаю размышления Конфуция о народах, которые непременно должны будут стать гражданами Великого Китая. И первое, главное, что он завещал, это не навредить этим народам и никак их никогда не оскорбить. Ибо если вы оскорбите их, обидите, они, если и станут вашими гражданами, нашими гражданами, то будут плохими гражданами и всегда будут хотеть от нас уйти. А сегодня, когда мы приходим к студентам, мы уже не удивляемся тому, что люди, окончившие украинскую школу, среднюю школу, на полном серьезе доказывают своим вузовским педагогам, что вечера на кутре близ Диканька Николай Васильевич Гоголь писал на украинском языке, а царь и его сатрапы заставили перевести на русский язык. Вот, мало того, молодые люди иногда с пеной урта это доказывают, и когда вы спрашиваете, а где, где вы почерпнули эти данные, откуда у вас эта информация, они могут ответить, школа, а вы что, в школе не учились? И действительно такое впечатление, что мы в этой школе уже не учились. И когда приносишь студентам эти томы «Краса Григорьевича Шевченко», два тома, это его замечательная поэзия, но три толстых тома, это его билетристика и письма, и дневники, и они-то написаны полностью на русском языке, в отличие от поэзии, которая замечательная, написана была на украинском языке, и говоришь о том, что раз Григорьевич Шевченко при всем плитом был стипендиатом царей, он получал царскую стипендию, практически равнозначную стипендию, которую получал Николай Васильевич Гоголь, тебе не могут поверить. начинает смотреть на эти книги как на какие-то совершенно удивительные артефакты, а не подделка ли это? Настолько укоренился уже новый бниг Украины в молодом поколении, но когда, когда же все-таки появились украинцы, Петр Петрович? Как это произошло? Дмитрий Сергеевич, я немножечко прокомментирую вот этот ваш спич, то, что вы сказали, это действительно имеет место, но вот эту версию достаточно легко проверить. Николай Васильевич не только не писал на украинском языке, а он даже публично выражал удивление, почему на этом языке пишет Тарас Режет Шиченко и говорил, что мы в России должны пользоваться в своем литературном творчестве, единым владычным языком, как он выражался. Но это легко проверить, но ведь в душе молодых людей роняют более иезуитские версии исторические. Ну вот скажем, то, что нам и русским очевидно не безразлично, это Переяславская Рада. На Переяславской Раде сейчас в учебниках пишут, что какое там объединение, какое-то там единение Украины и России было, ведь на Переяславской Раде не принимали никакого юридического документа. Да и людей было не слишком много, мол, это не всего чуще воли изъявления. Вот тут иезуитство, ведь пишущие ведь знают, что на Переяславской Раде не должны были ничего принимать. Все документы об объединении были приняты раньше, в конце 1953 года. Богдан Хмельницкий и старшина подали прошение Алексею Михайловичу о переходе Малорозе, ну, войска Запорожского, за родами и селами под высокую царскую руку. Земский собор в октябре 1653 года принял это предложение, хотя долго не принимал, не так просто было Богдану Хмельницкому обрести эту высокую царскую руку, долго не принимал, он знал, что неминуемая война с Речью Посполитой, с Польшей, и когда только почувствовали, что это возможно, тогда решились принять с войска Запорожска с городами и селами. Вот было прошение и было решение Земского собора. А Переяславская рада это уже акт клятва целования, как говорят, принятие присяжья. Она состоялась в Переяславе, да, там людей было не так много, и Переяслав был не никакой ворот, крупный, но там была вся казацкая старшина во главе с Богданом Мельницким, что еще важнее может быть, как легализация вот этого события казацкой старшиной. А затем Бутурлин и его посольство объехало 182 полковых и сотенных местечек и городков по всей Новороссии, и там тоже принят была такая же клятва. Поэтому можно по-разному относиться, хорошо это или плохо, вот как современные националисты постоянно это оценивайте по-разному, но не врите, не надо обманывать людей, покажите им правду, как все было, как 50 лет по существу, начиная с начала 17 века, гонцы из Малороссии шли в Москву и просили царя взять под высокую царскую руку, как это событие состоялось и как оно оформилось в 653-54 годах уже Переяславской Рады. Оценивайте как хотите, но не врите, но в наших же учебниках просто врут и обманывают школьников, что юридически это несостоятельный ад. Ну вот, а что касается вашего вопроса, я, ну вот, кто заинтересуется моей книгой, там найдет подробно. Да, вы даете очень серьезный, большой ответ на этот вопрос, вы исследуете это, но я задаю этот вопрос в первую очередь для тех, прошу вас ответить для тех, кто еще не ознакомился с книгой. Ну да, ну вот, что касается украинцев, должен я, не знаю, может, огорчить кого-то, который думает вслед за Грушевским и другими, особенно диаспортными историками, что украинцы были всегда, и этот вопрос даже не стоит исследовать, я должен огорчить, что украинцами мы стали достаточно поздно. Во времена Богдана Хмельницкого мы еще не были украинцами. Во времена Богдана Хмельницкого, как я уже сказал выше, объединение произошло русского государства и войска Заборошского с городами и селами. И как только это так состоялся, Богдан Хмельницкий немедленно заинтересовался, озаботился точнее сказать, а как же будет называться наше государство, которое вошло в состав российского государства. Оно же на правах автономии, и оно должно иметь свое название. И он остановился на названии Малая Русь. И в письмах к Алексею Михайловичу полтора месяца он пишет и именует его государь и великий князь всея великой и малой Руси. Об Алексею Михайловичу издавна еще от отца и предков был титул государя и великого князя всея Руси. Но Богдану Хмельницкому важно было, чтобы его государственное образование не растворилось во всея Руси, а чтобы оно вошло в царский титул. И в конце концов через какое-то время в канцелярии Алексея Михайловича соглашаются с предложением Богдана Хмельницкого и его старшинка и его ритманской канцелярии и принимают вот этот титул великого князя и государя великой и малой Руси. Часто в учебниках можно прочитать и писать, что это Россия навязала, инкорпорила, дала нам новое название, другого названия у нас не было. До этого было войско запорожское с городами и селами, а теперь стало государством Малая Русь. Ничего уничижительного здесь нет. Малая Русь это сердцевина Руси, это корневая Русь, которая дала все остальное, все это древо, о котором мы только что говорили. Это такой принцип греческой ориентации, когда центральное средоточие обзывалось малое, внутреннее или еще как-то. Мы знаем Малую Грецию, знаем Малую Испанию, знаем Малую Францию, мы знаем Малую Польшу во главе с Краковой и Малая Русь. Поэтому Малая не от размера, хотя она и была меньше Великой Руси, а от того, что это была родовая центральная Русь. И вот в таком обличии мы просуществовали до времен Екатерины Второй. И вы знаете, я вот думал, и там по-моему в книге я это написал, что если бы Екатерине не пришла в голову дурная мысль ликвидировать автономию Малой Руси и не попытаться объединить это все слить воедино, потому что она считала, что малороссы и великороссы это единый народ и в значительности биологической это так, вот, то может мы бы и до сих пор сохранили бы свое старое название а не перешли бы к названию географическому которое пришло нам от слова Украина. Украина это не название Украина это географическая ориентация. Вот в 15-16 веках да и в 17-м этим словом обозначались территории граничившие с великими государствами с Московским государством с Речью Посполитой Литвой и Речью Посполитой и даже с Крымским ханством и Украин было великое множество была польская sacrificing литовская Украина псковская Украина смоленская Украина польская я сказал уже Украина была татарская Украина И в это время на Днепре, вот между Черкасом и примерно нынешним Киевом, формировалась небольшая земля, тоже называвшаяся Украиной. Но кроме этой земли, была и Подолия, и Северия, и Подолия, и Червоная Русь, и Покутя, и так дальше, на Украине много было исторических земель, образованных значительно раньше, чем вот эта небольшая земля Украины на Днепре. Но чем важна вот эта Украина маленькая на Днепре? Тем, что именно здесь формировалось казачество. Вот отсюда казачество зародилось, отсюда оно пошло. И потом постепенно, когда Екатерина ликвидировала автономию, то оказалось, что целый народ, вот этот южно-русский, нынешняя Украина большая, остался как бы без названия. Иногда наши патриоты, не владея ни логикой, ни сознанием, говорят, что москали у нас украли название наше, Русь. Но если украли, так восстановите его. То им кажется, что Украина была всегда, то у них украли название. И действительно, даже Костомаров писал, что как-то вот все то, что было русское, перешло в Москву, а мы остались как бы без названия. И интеллигенция украинская, малорусская, озаботилась, как же нас назвать. И тогда начало постепенно вызревать слово украинцы. Украинцы еще не этническое, а территориальное. Люди, живущие вот в этом регионе небольшом. И когда Максимович в 1834 году пишет свою работу о песнях и думах Южной Руси, он работу называет «Малорусские думы и песни». А когда переиздает через 4 года в 1837 году, а он уже хочет, чтобы это была Украина и украинцы, он ее называет уже эту же самую книгу «Украинские думы и песни». И вот постепенно наши проследители постепенно переходили к новому названию. Но это не в одночасье произошло. Даже Тарас Горрешевченко, который воспел «Мою милую Украину» в своих стихах, он ведь имел в виду не нынешнюю Украину от Карпатного, а он имел в виду вот эту небольшую свою Кириловку и его родину на Черкащине. А когда он собирался переехать сюда на жительство, он писал «Поеду в мою милую Малороссию, там дешевый хлеб и займусь печатанием своих эстампов». Вот «Милая Малороссия» и «Украина», вот эта небольшая его родная, вот постепенно, вот как бы жили параллельно эти два названия, и «Малороссия», и «Украинцы». Вот, Дмитрий Сергеевич, украинцами мы, политически и государственно, стали только в 1917 году. В 1917 году, после развала Российской империи, на нашей территории, тут образовалось несколько государственных или квази-государственных образований, которые начали называться украинскими. Это Украинская Центральная Рада во главе с Грушевским, это Украинская держава Гетманат Павла Скоропадского, и это Украинская Народная Республика Петлюра и Вениченко. И параллельно с этим в Харькове Украинская Советская Социалистическая Республика. И вот с этого времени мы стали, вот эти названия «Украина» и «Украинцы» получили такое гражданство государственное и политическое. И после этого уже эти названия не сходились в историческую арену. Но и в это даже время еще среди широких народных масс не было сознания, что они украинцы. Они, когда говорили о Петлюре, они говорили, вот этот Петлюра со своей какой-то Украиной нам хочет что-то и то-то навязать, и не принимали его. Украинцами мы стали уж полноправными, национально сформированными вводы советской власти. В 20-х годах, после образования Советского Союза, это ленинские декреты, это ленинская политика была коренизацией народов. Чтобы все народы Советского Союза знали свою историю. И тогда жесткая украинизация на Украине. В начале 20-х годов и по середину 30-х годов проводилась украинизация. Запрещалось все на русском, как сегодня в нашей стране любимой. Вот, школы открывались, издательства, газеты, все переводилось на украинский язык. Причем за этим присматривала центральная власть из Москвы. Сюда посылали эмиссаров для того, чтобы они присматривали, чтобы это проводилось жестко и неукоснительно. И вот это, где-то лет 15, а может больше, такой жесткой украинизации привели к тому, что сформировалась политическая украинская нация. Вот с этих времен мы и можем отсчитывать себя, как нация государственная и политическая. До этого такого этнического, а тем более государственно-политического понятия, история не знала. Я делал паузу, чтобы еще что-то сказать. Да, Петр Петрович, этому приводу посвящена седьмая глава, Украина советская. Соборная, вы называете Украину этих времен соборной. Это потому, что именно тогда были собраны те земли, которые достались там в наследство, или есть еще собраны? Да, Дмитрий Сергеевич, для нас, украинцев, такая тема достаточно злободневная. Вы помните, с каким энтузиазмом мы отмечали соборность Украины, причем приурочивали ее к 1919 году, когда Украинская Народная Республика Петлюры и Украинская Народная Республика подписали акт о объединении. И вот это мы считаем праздником соборной Украины. Но по большому счету, никакой соборности в 1919 году не было. И Республика Петрушевича, западноукраинская, и Республика Петлюры, это уже были виртуальные образования. Они уже не имели никакого суверенитета на сколько-нибудь значимой территории. Ну, вы знаете, вот это знаменитое в вагоне директория, а под вагоном территория. Как Петлюра и Лениченко метались по центральной Украине от Казятина до Винницы, Жмыренки. И вот это все, что было у них. И они подписали этот соборный акт. Но поразительно, что даже в этом соборном акте они ведь не объединились. Каждая республика оставалась со своим правительством и со своими вооруженными силами. Вот в объединении соборности не случилось. Поэтому я считаю это ошибкой праздновать вот это злуку 1919 года и называть это актом соборности Украины. Соборность, соборная Украина стала только в советское время. Когда в 1939 году были присоединены западные земли к Украине. Они, собственно, не были никогда украинскими, но они были всегда русскими, древнерусскими. Это территория Галецко-Волынских княжеств. И населена была нашим этносом, естественно, культурно близким к центральной Украине. И в 1939 году воссоединились эти земли. В 1945 году присоединилась Закарпатская Русь. Она тоже никогда не была Украиной. Она была Закарпатская со стороны Европы. Она была Подкарпатская Русь. Всегда так и называлась. Сегодня им запрещают называться русинами. Хотя ничего в этом плохого нет. Они хотели бы сохранить вот эту память свою родовую, что когда-то они были русинами. Кроме того, они столько крови за это пролили? Да. В первых концлагерях европейских в Австралии. Затем присоединена была Северная Буковина. Причем это все сделано было абсолютно законно. Собраны были большие народные собрания. Принято решение. Верховные Советы России и Украины это все одобрили. А в 1954 году Никита Сергеевич Хрущев подарил нам еще и Крым. Ну вот, если выбирать, когда Украина стала Соборной, то, конечно, только в советское время. Только большевики ее собрали вот этой великой Украиной. Правда, как говорил Тарас Горьевич Хрущенко, славных прадедей, великих, правных и поганых уже растеряли многое из того наследия, что им оставили коммунисты. Но это уже на их совести. Но Соборная Украина стала действительно только в советское время. Сейчас общество взбудоражено церковным вопросом. Мы знаем, что в Украине существует несколько подходов к церковному строительству. И, читая вашу книгу, я первый раз услышал, прочитал о том, что узнал о том, что во времена Близслитовской Унии было еще одно собрание. Намного более внушительное и знатное в то время. Расскажите об этом, пожалуйста. Да, ну, церковные нестроения у нас давние. И при помощи церкви многие политические вопросы решались. Рим и папский престол, в диоцезии которого была Речь Посполитая. Они постоянно предлагали, чтобы сделать вот такую унию, объединить православие и католичество. И в 1695 году вот состоялся этот знаменитый Брестский Унииный собор. И параллельно с ним состоялся православный собор, которому покровительствовал князь Астрожский. Но в нашей исторической памяти запечатлелся вот только этот Унииный собор, который провозглашал объединение православия с католичеством. Но об этом соборе практически не о нем прочитать. Это только в специальной литературе и специальных документах, что параллельно состоялся Большой собор. Но тот собор был по домофорам папы римского и польского короля. И поэтому имел государственную такую поддержку огромную. А этот состоялся по домофорам княжа Астрожского, который еще не порвал с православием и поддерживал православие. Вот в 1596 году произошел, я, кажется, запутался в датах, пусть меня наши слушатели извинят. Так на ходу это иногда не получается. Получилось, что с этого времени на западной части нашей территории начал формироваться цивилизационно другой народ. Он украинский, он имеет такой же язык, как наш, среднеднепровский. Хотя с диалектами, естественно, с различиями. Но тем не менее. И цивилизационно другой. Это все-таки католики. И как бы они не приукрашивали, что это греко-католическая вера. Ну не может такого быть, чтобы было греко-католическое. Ничего греческого у них нет. Это все каноны, все заповеди, все от Рима, от Римской церкви. Административно это церковь, католическая наша, связана с Римом. Оттуда назначаются ее иерархи, вплоть до самого главного кардинала. Теперь они уже называют его патриархом. Свои центральные органы перенесли уже в Киев, со Львова, на Левый берег. Чем символизируется продвижение этой католической церкви дальше. И вот это была ошибка. Ну ошибка, которую нельзя было не совершить. Потому что Украина не имела своей государственности. И протистоять этому можно было, вот только собрав Большой собор параллельный, православный, в том же Бресте. Который, в общем-то, хоть и высказался против унии. Но его высказывание, неподкрепленное силой и властью, конечно, ничего не значило. И с того времени мы по существу имеем два украинских народа. Один, пребывающий в цивилизационном единстве с Западом, и другой православный, который остался верен вот этим заветам отцов и прадедов. И единый с Россией, хотя, правда, и Белоруссией. Хотя, правда, и в этих странах тоже католицизм уже имеет достаточно прочные позиции. Особенно в Белоруссии. Вот. Поэтому вот церковная проблема, она всегда была болезненной для Руси. Вот вы знаете, это в 17-м, кажется, году, или в 18-м, при президенте Порошенко, как они говорят, мы таки добились Томаса на независимость украинской православной церкви. Казалось бы, событие патриарх Парфоломей взял под амахор значительную часть украинских православов. Но ведь по существу это тоже был обман. Никакой аптекефалии нам он не дал, патриарх Константинопольский. Наоборот, он строго подчинил не только канонические, но и управленческие ПЦУ, так называемую Православную Церковь Украины, Константинопольскому патриарху. У нас здесь уже есть подворье Константинопольское, это Андреевская церковь, где по договору они обязались эту церковь содержать, реставрировать и так дальше, и так дальше. Но сегодня я узнал, что ни копейки за эти два года патриархат не вложил в церковь, церковь ветшает. И, очевидно, когда-нибудь придется украинскому государству ее приводить в порядок с тем, чтобы там было уютно и хорошо патриаршему подворью. Эта проблема сложная. Вот вы помните еще времена Януковича, сначала Ющенко, а потом Януковича, Европа наш цивилизационный выбор. Это такое было иезуитство. Я думал, что люди не понимают, что говорят, что это от неграмотности. Цивилизационный выбор у нас состоялся в X веке. Святой Владимир Апостольный избрал православную веру от Константинополя. И с тех пор мы более тысячи лет живем в этом выборе. И неплохо живем, создали замечательные образцы культуры. Но, оказывается, они понимали, о чем они говорят. Оказывается, что выбор наш – это протестантско-католический мир. Вот туда нам надо внедряться. И сегодня же Украина живет и развивается на культурных традициях одного региона. Галицкого региона. Когда-то я по наивности своей думал, что не может быть такого положения, чтобы Украина стала великой Галичиной или большой Галичиной. Сегодня у меня уже такой уверенности нет. Я вижу, как галицкие традиции переносятся сюда, в Центральную Украину. Они начались это давно, еще во времена Нечуя Левицкого. Он писал специальную книгу, озабоченную тем, что язык искажается наш предднепровский, полтавово-кинский, язык котлерерского и шевченко. Но сегодня это уже свершившийся факт. У нас уже герои Галичские, у нас Бандера, Шухевич, Коновалец. Вот это наши национальные герои. У нас исключают и ликвидируют названия наших предднепровских, среднеукраинских героев прошлого. И заменяются и улицы, и площади именами вот этих западноукраинских. Кстати, которые не были гражданами Украины. Они были в Польше тогда. И к Украине не имели прямого отношения. А вот с Чёрсом уже не подходит. Нам не подходит Ватутин, нам не подходит Жуков. Нам не подходит многие деятели, которые и спасали Украину, и являются своими разными такими оберегами Украины. Поэтому вот эта проблема церковная, она как-то соединяется с вот этими древними событиями еще Брестской унии. И цивилизационно все-таки нас пытаются, может, не немного, а даже существенно переориентировать. Как-то вспомнить мифы о казачестве и знаменитое строительство церкви. Строили казаки, строили, строили, строили. Но так как-то и не достраивали время от времени. А с другой стороны, представить себе казаков, которые перешли в другую веру, ну, тоже достаточно, что они перешли в латинскую веру. Ну, как-то вот... Это было невозможно, естественно. И война, национально-освободительная под водительством Богдана Кмельницкого, она же имела лозунги за веру православную. Конечно. За соединение с царем восточным, единоберным и единокровным. Поэтому тогда еще это было чувство очень сильное. И казаки, при всех их недостатках, они все-таки спасли православную веру. Не будь Богдана Кмельницкого, не будь этой освободительной войны, и не присоедини или воссоедини Богдана Кмельницкой, вот значительную часть этой южной русской территории, и с Россией, и с московским государством, я не уверен, чтобы здесь сохранилось и традиционное православие, и традиционная наша культура, идущая из Киевской России. Это, как говорят, история не знает, сослагательное наклонение. Но очень может быть, что так бы случилось. Потому что мы же знаем, что на Западной Украине в значительной степени это так и произошло. Могло произойти и тут. Поэтому казаки, в общем, может и не достроили церковь православную, но спасли ее. Это правда, да. Да, и никто не задается сейчас вопросом. Вот сейчас все наступают, наши национал-патриоты, против русского языка. Хотя русский язык, это в том числе и творение наших великих прадедов, они создавали этот язык, начиная с Милетия Смотрицкого. По грамматике Милетия Смотрицкого, это начало 17 века, учились студенты в Киево-Могилянской академии и в Греко-Владинской академии в Москве. Вот был литературный единый язык, который потом стал русским. А еще Трубецкой, такой крупный филолог русский, говорил, что в основе этого русского языка лежит киевская традиция, киевский язык. Поэтому мы отказываемся по существу от своего, а в 16-17 веке на Украине вообще был господствующий язык польский. И если бы не было Богдана Хмельницкого и вот этого казачества, то говорили бы мы сегодня с вами по-польски. В последней, восьмой главе вы пишете об Украине суверенность, но с вопросительным знаком. И дальше подмечаете будущее без прошлого. Так мы, веря нашему гимну, дети казацкого рода, идем в Европу, принимая латинские традиции, принимая европейские традиции как свои. При этом в Европе нас особо не ждут. Мы теряем свою историю, мы теряем свою культуру. И самое главное, мы теряем то молодое поколение, которое не получает должного образования и должного знания о своей родине. Что дальше? Я эту главу назвал будущее без прошлого достаточно сознательно. Потому что наблюдая, что происходит в нынешней Украине, я убеждаюсь, что уже посредством власти у нас получается какой-то разрыв исторической памяти. Мы отрекаемся от целых периодов нашей истории. Мы объявляем эти периоды не нашей историей. Даже вот близкая тема к нам совершенно, Великая Отечественная война. Ведь вы почитаете в учебниках и вы обнаружите, что это не Великая Отечественная война. Это война Сталина с Гитлером или Россия с Германией. А что мы тут были в общем и ни при чем. А жители Украины на полях этой войны, которая дважды прокатилась черным смерчем по земле Украины, туда и обратно погибло 6 миллионов жителей Украины. И как же эта война может быть не наша? Да, вот мы подготовили сборник «Славен будет в народах священный трибись» к 75-летию Великой Отечественной войны. Здесь 150 поэтов, живших в Украине. Это и украинцы, крупнейшие наши писатели, Рыльский Теченов, Бажаны и многие другие. Это и русские писатели, и Эденбург, и другие. Вот мы собрали. Это уже тоже все замалчивается. Вроде бы всего этого и не было. Молодое поколение уже и не знает, как это оценивалось нашими предками, недалекими предками. У нас, по недомыслию президента Порошенко, принят был закон о декоммунизации. Это страшный закон для Украины. Это закон, который вырывает из-под ног, из-под наших ног почву, потому что мы теряем легитимность. Если государство советское было незаконным, преступным, а мы его продолжаем, то получается, что и мы, последователи этого преступного режима, отмеживаться от этого никак нельзя. И поэтому это тоже вот такое будущее без прошлого. И прошлое советское можно по-разному его оценивать, но сколько там было великого всего. Вот эти все поэты 150, это же бесценная гордость украинского народа. Какие великие имена и какие там поэзии были. А сколько полководцев, маршалов. Из 40 маршалов, 10 маршалов были украинцами. Ну а генералами не счесть. Поэтому вместо того, чтобы гордиться этим временем, этим великим подвигом, мы отказываемся. Это не наше. И это очень страшно. Мы уподобляемся сегодня, вот я всегда это сравниваю с таким растением на полях Украины, вот вырастает такой шар большой, такое растение. Потом осенью, его срывает ветер, сламывает возле корня, и вот этот шар катается с одной части поля в другую часть поля, не имея под собой почвы. Перекати поле. Перекати поле оно называется. Вот сегодня мы что-то делаем из нашей Украины. Вот такое себе перекати поле, которое не закоренено в свое прошлое. Я в этой книге пишу, что все, что происходило на нашей территории, это наше. Что-то великое, что-то не очень великое, что-то плохое, это все наше. И до тех пор, пока мы, живущие сегодня, но в основном я обращаюсь к власти, придержащих, до тех пор, пока они не поймут, что вот все это наше и со всем этим надо жить, до тех пор мы не состоимся как самодостаточное государство. Вот как мы и будем мыкаться, отсюда, туда, то преклоним голову к одному, то к другому, а самодостаточности никакой не будет. Вот, поэтому мне показалось, и я уверен в этом, что вот эта тенденция стерилизации исторической памяти, нашей глубинной и настоящей исторической, чрезвычайно вредна для нашего сегодняшнего самостояния, нашей сегодняшней жизни. И я думаю, что читатели, я хотел бы, чтобы мои читатели вдумались в это и все-таки как-то озаботились мыслью, что ну не может так быть, чтобы огромная страна, в общем, по европейским понятиям Украина достаточно большая страна с разной историей, с разными регионами и так дальше, с глубинной историей, которая опирается на великое наследие Киевской Руси, чтобы она так себя позиционировала сегодня, как гулящая девка. Сегодня вот одно, мы сегодня, завтра другое, и чтобы не было вот этого морального стержня. Когда-то Кант говорил, что у человека должно быть звездное небо над ним и нравственный закон внутри его. Вот звездное небо, это от нас не зависит, как я подумал, оно было над нами и так и будет над нами. А вот озаботиться тем, чтобы у нас внутри был нравственный закон, который бы не позволял осквернять прошлое, я думаю, что вот этим мы должны озаботиться сегодня. Вы там не сказали еще, у меня есть заключительная часть. Я вот хотел к ней подвезти сейчас, но прежде чем подвезти к ней, я хочу вспомнить и попросить вас поделиться этими воспоминаниями. Мы как-то с вами проезжали переезд в Хмельницкий. Вы говорили, о, а вот здесь налево, вот это мои родные места, а отсюда я ходил на базар, на рынок. Вы родовы из Переястовских мест, вы со всех сторон украинец, вы пережили очень сложные годы Великой Отечественной войны, вы пережили послевоенную разруху. Как происходило ваше становление? Как вы обрели вот тут отношение к миру, к Руси, к России, к Украине? Раздельно ли для вас была тогда Россия, Украина? И когда в вашем сознании появилась Русь, объединяющая нас? А сразу же хочу сказать, что послесловием, или вместо послесловия, вы обозначили последний текст в этой книге «Русский мир и Украина». Да. Ну, это тема, конечно, для большой отдельной беседы. Что касается моего становления, то это, в общем, достаточно личностное отношение. И, может быть, я не буду распространяться об этом. Я написал книжку «Воспоминания», которую я заглавил «И прошлое не проклиная». И ей предпослал такие стихи собственного сочинения. «И новый день приемлю не всегда, и день прошедший я не проклинаю, пока еще горит вечерняя заря, я опыт жизни собственной листаю». Вы знаете, мы не должны проклинать прошлое. Мы должны его оценивать. В значительной степени быть благодарны ему, что мы есть, что мы живем, что мы что-то создаем. Мне кажется, что проклинают прошлое только те, кто к нему не имеет созидательного отношения. Те люди, которые к этому прошлому не приложили созидательную руку, ничего не создали, не сотворили. Они ведь и сегодня кричат без созидания. Все не так, все плохо. Но надо работать, надо, как кажется, на Украине плугоперты. И делать эту жизнь лучше. Поэтому у меня к прошлому свое отношение. Там жили мои родители, там мои жили пращуры. И я не присоединился к хору кулителей этого прошлого. И дальнего царского, и ближнего советского. Я считаю, что это моя родина, что в этой родине здесь жили мои пращуры. И как же я буду отрекаться от этого прошлого? Я не знаю, что мой прадед думал об этом. Я даже не знаю, что думал отец, поскольку он ушел из жизни, когда мне было 4 года. Я не хочу обидеть их каким-то своим таким негативным отношением к этому прошлому. Прошлое было, прошлое наше. Прошлое надо оценивать, гордиться его достижениями. И выявлять пороки и не совершать этих ошибок в будущем. Такое мое отношение к прошлому. А что касается заключения моего. Вы знаете, что вот эта идея русского мира на Украине стала какой-то такой красной тряпкой. Которая взбодоражила наше украинское общество. И много тут появилось всяких разных к нему отношений. Что, ах, это русские хотят нас снова сделать колонии. И так далее. Тогда как это же, да, что это кремлевские козни, выдумки и так далее. Ну, вы знаете, я слушал речь патриарха Кирилла на Русском соборе. Я слушал его речь, когда он приезжал в Киев. У него ведь не было такого понимания этого русского мира, как мира российского. Он везде подчеркивал, что русский мир – это и мир украинцев, и мир белорусов. Это мир вот этого восточнославянского нашего единства. И никакая это не выдумка Кремля или патриарха. Понятие русский мир существовало уже во времена Древней Руси. Когда-то епископ Симон, епископ Суздальский, говоря о епископе ростовском Леонтии, замученном язычниками, назвал. Это был третий гражданин русского мира. А кто первые два? А первые два – это варяги Иоанн и Федор, замученные язычниками на территории нынешней Десятинной Церкви. А затем идет целый сон граждан русского мира. Это епископы, это митрополиты, и Переяславский епископ, и Суздальский, и Владимирский, и митрополит Киевский. Это граждане русского мира, вот того изначального русского мира православного. Я думаю, и я написал об этом, и я неоднократно, мне кажется, если люди, проклинающие это понятие, эту идею, этот проект, не честные и не имеют второго какого-то дна, то они бы должны понять, что русский мир – это по существу восточно-православный мир. Вот это мир нашего восточного единства. На протяжении многих веков мы были русичами, русскими, и имеет право такое название. Можно его расшифровать как восточнославянский православный мир. Его же у нас всегда переводят как российский мир. Но это не российский мир, это именно русский мир. Но даже если бы он был российский мир, то в этом проекте бы тоже не было ничего дурного. Ведь мы же создали, и я участник этого создания, мы в 1989 году в Веркуванах собрались, ученые разных стран диаспоры и Украины, и мы создали унию, союз украинства. И с тех пор, до сегодняшнего дня, проводим раз в четыре года съезды украинцев, украинознавцев. И ничего в этом плохого нет. Ну пусть бы был и российский мир, бог с ним, тоже ничего плохого в этом не было. Но вот именно в этом русском мире заложена эта идея нашего корневого этнокультурного единства, общности. И вы знаете, я там пишу об этом, и я бы просил читателей вчитаться в это заключение. У него большая суть, что как бы мы ни относились к этому русскому миру, но если мы посмотрим на историческое прошлое, то окажется, что мы только тогда и были успешными, когда не отрывали себя от этого русского мира, когда находились внутри этого русского мира. И были самодостаточным государством, и Украина была победителем в Великой Отечественной войне, организатором объединенных наций и так дальше, и так дальше. Как только мы выламывались из этого русского мира, после татар, мы вошли в Великое Княжество Литовское, а потом в Речь Посполитой, мы потеряли фактически себя, потеряли прошлое. Люди забыли великую историю Киевской Руси, забыли наших князей, забыли наших святых, забыли прошлое. Вот сейчас нас насильно заставляет забыть прошлое уже близкое к нам, советское, коммунистическое там и так дальше. И это трагично. Я думаю, что это как родители. Родители же не выбирают, правда. Вот есть такие родители. У меня бедная мама, но богатая тетка где-то есть. Но я же не брошу мою бедную маму и не побегу к этой богатой тетке, где можно пожить хорошо. Это безнравственно. Вот это отсутствие от этого нравственного закона внутри человека. Но мы сегодня обидеподобляемся этому. Мы свою историю забываем или нас заставляют забыть. И ну скажите мне, пожалуйста, что Маккейн, это американский сенатор, что он сделал для Украины, если не считать Майдана 2014 года, вдохновителем которого он был. Почему Маккейн должен быть в топонимике Киева, а счет великий наш полководец, это или Боженко, или Пархоменко, или Котовский, не должны быть здесь. Что же мы за историю сегодня создаем? И вот это выламывание нас из русского мира, наверное, потому и такое неприятие, такое бешеное, что русский мир хоть как-то связывает нас с прошлым и с нашими соседями. А если это изъять у нас, то мы будем, да, Иванови, непомнящие родства, и нас легко взять и в католическом мире, и в православном мире. Я сегодня езжу по окрестностям Киева и смотрю, как вожделенно некоторые претенденты на депутатство пишут. Сробимо Киев украинский, европейский. На бигбордах, да. Да, европейский. Сробимо Украину европейский. Но мне Киев не нужен европейский. Мне он нужен тот родной, который идет из глубины веков. Зачем же? Если вам нужен европейский город, поедьте или поживите, или хотя бы посмотрите там Брюссель, или Париж, или Берлин. А Киев пусть будет наш, славянский, православный, восточнославянский. Мать городом русским, как летописец назвал. Чего ж это вас не устраивает, ребят? Вам европейское все хочется? Мне кажется, что это трагично. Ну, наверное, я уже старый и Брюсжу. Петр Петрович, спасибо вам огромное. Наше время подходит к концу. А что ж мы Елену так и не включили? Она бедная сидит. Она не пошла выпить рюмку вина. И мы ее не включили в наш разговор. Петр Петрович, я хочу вас поблагодарить за интереснейший рассказ и Дмитрия Сергеевича за беседу. Хочу сказать, что я с детства заслушивалась рассказами об истории, которые мне всегда дедушка рассказывал на ночь. Это было очень здорово. И поэтому я и вас заслушалась и сижу тихонечко. Поэтому большое спасибо за сегодняшнюю беседу, за интересные моменты. И Петра Петровича благодарю, и Дмитрия Сергеевича, и нашим зрителям. Спасибо огромное. Приглашаем вас также завтра к нам в Центр славянских культур. На продолжение месяца украинской культуры у нас состоится презентация новой книги Владимира Пименова и Татьяны Резденко «Пустяк и призрак чемодана», а также со временем на следующей неделе тоже здесь на портале «Культура РФ» будет показан новый фильм, посвященный юбилею Бунина, но снятый в Киеве режиссер Елена Артеменко. Очень хороший фильм, я знаю. Вы уже видели, наверное, да? Где-то, может, кусочки, не знаю. Примера еще не было, мы готовимся к этой премьере. Поэтому всем хорошего вечера. Если позволите, еще несколько слов. Вы вспомните Константина Полустовского и Булгакова, и Бабеля, и Нарбута, и так далее, и так далее. Все, кто говорили, нашу общую литературную, культурную жизнь, нашу общую историю, и как можно, какими ножницами нужно отрезать Бабеля от Украины, или Полустовского, или Булгакова, я не знаю. Но он недавно познакомился с Ранковым. Приехал в Киев, иранский художник, писатель. Приехал в Киев, потому что Киев – родина Булгакова. И здесь был, в этих местах, жил Гоголь, как он сказал. Он не знает ни русского, ни, конечно же, украинского. Мало того, он не знает даже английского языка. Лена, что пора заканчивать, Дмитрий Сергеевич. Два слова, два слова. И вот он приехал сюда, потому что здесь жили Булгаков и Гоголь. И когда ему начали обискать, что есть Украина, Россия, он говорит, я не хочу этого знать, я этого не понимаю. У вас есть гениальные писатели, у которых я всю жизнь учусь. Для меня это все одна литература. Поэтому я приехал сюда, и мне важно здесь пожить и пропитаться ею. Дмитрий Сергеевич, мы продолжим цикл встреч с вами. Обязательно еще по этому поводу соберемся и поговорим. Лена, спасибо вам за то, что вы так нас хорошо представили российскому читателю, российской публике. Пожертвовали значительную часть своего дня рождения. Не выпили бокал... Успеется, Петр Петрович. ...хорошего дня. Но я думаю, что мы сейчас с благодарностью разойдемся и выпьем за ваше здоровье. Благодарю. Всего хорошего. До новых встреч. И еще раз с днем рождения и с замечательным праздником Покрова Божией Мать. Спасибо. 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 Спасибо.